А теперь она есть. Теперь она есть, потому что вот опять же подвисает последняя. Ладья c2 очень опасно ход выглядит. Как бы здесь не произошло какой-то беды. То есть вот может быть, может быть, Ивану просто стоило сыграть ладья бьет c2, ферзь c2, ферзь c3. Вот посмотрите такой вариант. Кажется, что несмотря на размер ферзей, белым тяжело, потому что слон на штрей уж очень силен. Ну сыграно ферзь а3, кунь е1, и вроде пока белые снова, снова держатся. Очень любопытно проходит уже первая партия. Ну, пару слов о матче. В целом, оба шахматиста играют в наших трюниках очень много. Федор так вообще на первом месте по количеству сыгранных партий. У Ивана повыше рейтинг Феникса, повыше рейтинг Феде. Думаю, что именно Иван фаворит в этой паре, но... У нас даже в нашем нокауте уже было несколько матчей, где побеждали, в общем-то, аутсайдеры. Причем даже более явные аутсайдеры, чем Федор в этой паре. Ну и плюс, не стоит забывать, что не так давно Лестер стал чемпионом Англии. Я думаю, что... Даже если Федор выиграет этот матч, это по степени сенсационности с тем и результатом не сравнится. Не нравится мне хоть кунь е3, потому что в какой-то момент черный мог ли я в 3 задвинуть. Не, ну теперь да, теперь белые вроде бы вне опасности. То есть надо... Вообще-то, сэпом Федора повторяет, надо играть на победу. Да, Ферзев 4 сыграно. Правда, это, да, совсем не лучший способ был игры на победу. Черный отобрали на вилке коня, и теперь уже у черного, конечно, абсолютно выиграна. И думаю, что... Ну, король Ф1, ладья Е1 мат сразу. Ну, тогда придется сдаться. А если по-другому, то можно сыграть ладья Ф3 и попытаться пешку повести. Ладья Ф3, король Б8, Е6. Да, тоже ничего не дает. Теперь уже белый отстает на 20 секунд. Наверное, ладья Д2 была точнее. Потому что теперь... А, тут пешки так. Я думал, если защищаться от угрозы Б3, Б2, Б1, то ладью переводить надо Д1. Но нет. Сейчас появятся Ферзи. У белых быстрее, но шахов у них там нет. Грозит Ферзь Ф1, Ферзь С4. Ну, Ферзь Ф1, там Ферзь С4. Не попал! Это зачем? Вот шахи же становится. Но позиционно все равно у белых здесь чуть-чуть похуже. Потому что они никак не могут выиграть, а черные могут... Ну, при случае они могут перевести короля на А5, как я говорил, и сбить пешку А2. Но это единственная слабость, и поэтому особых шансов тут нету на победу. Ну, Сергея. Деется, 6 не особо проходит. Опять теперь осталось короля перевести на А3, и это будет битое ничья. Таким образом, в первой партии, скорее всего, будет ничья. Счет половинка на половинку. Так, если играть на победу, то нужно играть, проводить А6, Б5. Сбили, сбили, сбили. Да, стоит сыграть Е3 белым. То есть, черные, если хотят играть на победу, то они, да, будут играть король А5, потом играть А6. Здесь нужно Е3 вовремя сыграть, чтобы взять под контроль поле... Д4. Вроде бы так. Задумался Сергей. Так, А6, король, Б3, Б5, ЦБ. Мы это сейчас увидим, судя по всему, потому что ход единственный, Б5. Сбили, сбили. Сбили. Потом Е3, и это ничья. Е3, потом Ц4. Я очень похож на ничью. Да, ну или в такой последовательности. Все равно ничья. Король Ц5, Е3, король Б6, король Б4. Ничья. Король А4, король Ц5, король Б3. Нету ресурсов для продолжения борьбы, но партия все еще продолжается. Ц5. Аааа, вот так вот. Сейчас Кирилл может, кстати, неожиданно победить. Вот это поворот. Так. А, это выиграно. Можно забрать на Д6, потом стать королем, потом при случае выиграть темп входом Е3 и выиграть партию. Давай, Кирилл, бери на Д6, играй Е3 и выигрывай. Тут это внезапность. Неожиданно белые начали играть на победу. Да. Такие казусы бывают. Но объективно там была ничья. Видимо, не стоило ему все-таки проводить плана 6, Б5. Да, победа. Кирилл выходит вперед 1-0. Конь-нибудь конь Ф6, конь Ф6, ферс Ф6, потом ладья Е7 и ладья Ф7. А, и при случае Ф6. А, в таком стиле атакует. На Ж6, конь Е5. Есть ход ладья Е5, сыграно. Ферс Ф6, сейчас начнется добивание или не начнется. Ну, по крайней мере, вечный шаг тут точно есть. Может, забирает пешкой. Забирает АЖ. Почему он сдался? АЖ же был ход. По-моему, рано. Просто АЖ сыграл, защитил. Так, что тут происходит? У белых, кстати, забавная структура. Практически все на черном. А, Д5 они собрались. Проводить. Другой план. Продолжают скрывать линию для слона. Диагональ А1, А8. Что делать? Черные выменивают. Ведь может же! Но такие они! Я сейчас закончу вообще все! Вот это поворот. Неожиданный тычок со стороны черных. Но белые тоже. После небольшого шока они отошли и поняли, что на этом не все потеряно. И продолжают скрывать линию для своего слона. Черные продолжают атаку. Нападают на Ф2. Теперь грозит Ф4. Что делать? Бить нельзя. Ладя Д8. Слон Ф2. Король Аш. А, король Ф1. Да вроде все нормально. Ладя Д8. Ладя Д8. А, забрали. Так. Слон Ф2. Либо слон Б7. Либо Ладя Д1. Либо Ф4. Как много вариантов. Вот это поворот. Либо даже какой-нибудь Конь Д3. Но пока что рано об этом говорить. Все-таки забрали. Жертвует слона. Слон Б7. Должно последовать. Если я что-нибудь, чего-нибудь понимаю. Хотя может Конь Б7 или Ладя Д8. Конь Б7. Не выигрывает пока что. Ну, Ладя Д1 нельзя. Наверное, слона Ф2 надо играть. Слон Ф2 на короле Ф1, Конь Е3, Конь Ф2. И Конь С2. Что делать? Слон Ф2. Слон Ф2 выигрыш Ферзя. Слон Ф2, Ферзь Ф2, Конь Ф2. Конь Д8. Ферзь Е3. Над чем он думает. Все-таки сыграл. Да, жертвует. Слушай, какая интересная партия. Все-таки сыграл. Все-таки сыграл. Все-таки сыграл.